Добрый день, уважаемые зрители! Приветствую вас на канале Суволмоша. Надеюсь, что наш канал для вас не является скучным и на нем вы получаете не только информацию о развитии проекта и его движения, но еще и дополнительные некоторые знания. Кстати, о знаниях. В советское время для школьников издавался журнал, назывался «Квант». Он издавался с 1970 года до 2011. Но, судя по всему, после 2011 года знания и умения думать, анализировать, решать, находить проблемы, решать задачи стало неактуально, потому что пальцем ткнул Вики, не хочу ее назвать, тем словом, которое она заслуживает, Википедия, короче говоря. Выдаст вам любой ответ, но насколько он правильный, неправильный, никто даже не задумывается. Не надо думать. Как в песне пел Высоцкий, песня Высоцкая, полыженное равнение за метром метр идет, по Украине солдаты группы центра идет. Не надо думать, сами тот, кто все за нас решит. Вот Википедия за нас все решает. А кто стоит за Википедией, мало кто задумывается. И вот в интернете есть подшипки этих журналов. Раньше я с большим напряжением, у меня были большие ожидания, когда этот журнал принесут, и вдохнуть запах краски типографской, посмотреть и решить задачки, которые там были, ребусы, шарады, головоломки. Было очень приятно, интересно и, соответственно, понять, а кто я и смогу ли я. И вот что-то сейчас вспомнилось, это дело из-за чего там в одном из конспортов был такой вопрос. Черт в ночи. Но оказалось, что это мракобес. Мрак-черт ночи. Черт-бес. Мрак-ночь. Мрак-бес. Так вот, можно констатировать, что этот журнал боролся с мракобесием. Учил детей думать, школьников. Развивал их инициативу. Но ни в коем случае не растил из них потребитель. А растил, скажем так, созидателей. Но с 2011 года, очевидно, созидатели не нужны. Планы Гайдарушки с Чубайсятиной реализованы. И вот вы знаете, дело в том, что много чего говорят. О том, что, как. Вот если взять по проекту «Наш» и «Роснано». Туда миллиарды вготили с нулевыми выхлопами практически. И сюда. Причем здесь люди решали без всяких экспортов. Люди были экспертов. А там, я не знаю кто. Вот. Но, тем не менее. Тем не менее. Мракобес. Ну, бесов гонять надо, да? Ну, давайте погоняем бесов сейчас. Кто ж такой бес? Я не буду там приравнять погоняло. Ой, извините. Позывные, да? Это не то. Мракобесие есть везде. И вот в данном случае мракобесие мы в той форме, в которой нам против которого предстоит противостояние. Мы противостоим мракобесию. Другие люди, специалисты с другими формами мракобесия. Но каждый борется с этим явлением. Поэтому погнали бесов. Да? Посмотрите. Вот рядом со мной стоят трансформаторы. Вот мы видим три стержня. Здесь стали электротехнической, так называемая, трансформаторная, шехтованная. Стоят, соединены между собой. И вот электрическая машина. Что между ними общее? То, что они, в принципе, выполнены по одним законам, работают под ним, по одним законам. И вот тоже у нас аппарат. Тоже вроде трансформатор, но регулируемый. Регулируется он механически с помощью ползунка, который, ну, как автотрансформатор, рубатор. Мы вращаем и получаем на выходе регулируемое напряжение. На этом трансформаторе мы регулируемое напряжение не получим, потому что тут все жестко. Единственное, как можно. Ну, перекоммутация. И если есть отпайки у трансформатора, тогда мы можем переключить. Пойдемте дальше, посмотрим еще один трансформатор, который является, ну, связующим звеном между машинами вращающимися и не вращающимися. Пойдемте. Ну, давай, я так обойду, ты так. Вот. Наверное, многие таких не видели электрических машин, не встречались, не сталкивались. Вот он еще, вот он еще один трансформатор. Этот трансформатор трехфазный мощностью 200 кВт. Такая хорошая коробочка. И вот еще один, можно сказать, трансформатор. Это что? Это индукционный регулятор. Это, в принципе, двигатель, у которого взаимное положение ротора и статора фиксировано друг относительно друга. И они на роторе намотаны обмотки, и они связаны магнитным пулем. Когда нам надо поменять напряжение, мы с помощью этого двигателя, червячной передачи, меняем взаимное положение статора ротора и, соответственно, меняем напряжение на выходе, вплоть до его реверса. Все эти машины работают по единому принципу. Хотя это, в принципе, двигатель. Поэтому можно сказать, что любой двигатель – это трансформатор, у которого первичные и вторичные цепи разъединены воздушным зазором по электромагнитной системе. А так, в принципе, они все подчиняются единым нормам и законом. Почему это актуально для нас? Вот, кстати, моторчики лежат, интересные моторчики. И там мы на стенде видели, на стенде там уже собраны двигатели, а это статора. Вот, и мы пришли вот сюда. Значит, что же нам можно сделать и для чего нам нужно было вот это сравнение и сопоставление провести? А это нужно сделать для чего? Почему необходимо? Потому что меня поражает порой одна простая вещь. Я читаю работу Хоффмана, где указано, что, да, можно объединять звездой треугольник, но Дуйнов делает неправильно, надо делать последовательность. Это у меня вызывает недоумение. Почему? Вот мы, не опираясь на то, что говорит Дуйнов, открываем интернет и смотрим сюда. Что мы видим? Мы видим трансформатор, да, у которой есть первичница и две вторичные. Одна включена от праймара звезда, секондары вторичной обмотки, одна звезда треугольник и объединена в выпрямитель. Это так называемая 12-ти пульсная схема. Вот можно представить все что угодно, но только невозможно представить схему, при которой бы звезда и треугольник были соединены последовательно для этого решения. Это логично, это вытекает из физики работы электрических машин. И почему и зачем пытаются навязать последовательность соединения звезды и треугольника для асинхронных двигателей? Машин электрических вращающихся синхронных. Непонятно. Причем приводят в формулу, выкладки, там, все что угодно. Но хотя вот, это давно применяется, это доказано, никто с этим даже не спорит. Это вот с низким уровнем пульсации система выпрямления с использованием трансформаторов. Ясно, понятно, доказано. Тут даже и спорить не надо. И тут же пишется другими словами. Присоединение по типу звезда треугольник или треугольник звезда создаются сдвиг фаз на 30 градусов, в то время как присоединение звезда создаются сдвиг и идет. Не происходит, да? Звезда звезда или треугольник. Звезда фаза не происходит. Это явление может использоваться следующим образом. И так далее. Это описано, известно. И в выпрямителях применяется уже черт знает когда. У меня возникает вопрос. Люди добрые, господа ученые, доценты с кандидатами запутались, с их сами замучились в нулях. Это что? Это что? Было и есть. И такая обалденная борьба развернулась. Против чего? Ну ладно. Неси на меня. Нешать. Во имя чего? Я думаю, что не просто так это происходит. Приоритет Запада, да? Был нарушен. Поэтому все прозападное следует уничтожить. Или наоборот, превознести, либо еще что-то сделать, я не знаю. Но вот скажите мне, это не есть признак мракобесия в науке? Тем более, что мы многократно обращались в разные научные инстанции, рассказывали, говорили. Ну, все прекрасно помнят ответ Белорусской Академии Наук. Там, Толоко, небезызвестное. Это что? Это столько чертей в ночи собралось. Это столько их? И, видите, здесь все выложено. Зачем, почему все это делается? Ну, тут сразу же говорится. Выпрямление резюме, да, тут вот. Однопередия, одна двухполупериодная, форма кривой, кривой и так далее, да? Все выводы идут из всего этого дела. И главное, что тут же описано, что электротрансформатор, это снижает уровень пульсации, гармоник. Вот оно, разложено. Бери, пользуйся. Никто не пользовался. Причем доказывали, что надо последовательно соединить. Это что, попытка завести людей в тупик? Но, тем не менее, еще и применяли все эти свои выводы для того, чтобы оболгать проект, навешать на него ярлыки. Зачем? Чем оно вам мешает? Дорогу перешли? Явно перешли. Ну, это нормально. Свет с тьмой всегда должны, там, на границе, да, вести борьбу. Вот поэтому мы ведем борьбу с врагобесием. И при всем том, какие бы попытки не предпринимали, что бы ни делалось, что бы ни делалось, проект и сама технология движется, подтверждает. А те постулаты, которые были выдвинуты, и не только постулаты, но и дает результат. И вот когда начинают говорить, а вы тут обманете людей, а вы сделаете то, пятое, десятое. Простите, с таким же успехом можно утверждать, что вы изнасилуете детей. Почему? Потому что у вас есть соответствующий орган. Так что, надо всех подозревать, да? В этих? А женщин что? Что они с низкой социальной ответственностью? Так, что ли, получается? Что если есть что-то, какие-то признаки, значит, мы должны заявлять и кричать. Но, ребятки, дорогие вы мои бесы, а не придется ли вам со временем принести свои извинения? Ну, я думаю, что вы на это не пойдете. Бесы этим не занимаются. Вы просто юркнете в тень, во мрак свой, и будете там находиться. Теперь, почему надо заниматься этой технологией? Да, там, оно дает экономию, в разных случаях по-разному. Ну, и на транспорте показали экономию, и в сетях показали экономию. Но почему неизбежно этим придется заняться? Вот еще одно мракобесие, либо острое заблуждение. Сейчас я вам открою одну простую вещь. Сейчас. Вот, открыл. КПД тепловых электростанций. Зеленоград снабжается тепловыми электростанциями, поэтому я взял этот пример. Хотя, мы берем паровые электростанции все, которые там, на угле, на газу, на каком угодно. Это вот есть тепловые электростанции, есть атомные, есть гидро. Так вот, когда мы берем КПД тепловой электростанции, мы считаем, достигает 35-40%. И это не Дуенов сказал. Учтите, не Дуенов. Так же, как и про звезды треугольник, соединенные параллельно. Значит, мы сожгли топливо, получили 100% энергии. Из них только 35-40% мы получаем в виде электрической энергии. Что же дальше идет? А дальше стоит один, второй, третий повышающий трансформатор. До 750 кВт и так далее. Третий. Потом 750 на 110 четвертый, 110 на 35, 35 на 10, а потом на 0,4. 7 трансформаторов. И вот если мы с вами возьмем для идеального случая, что КПД трансформатора будет 0,95, умножить на 0,95, умножить на 0,95, умножить на 0,95, умножить на 0,95 и умножить на 0,95. То получается, что КПД трансформаторное преобразование 0,698. Да? А вот теперь мы берем еще что? Умножаем это на 0,4. Мы получили 0,279. 0,4 это ТЭЦ. Значит, уже от сожженного тепла, сожженного топлива и полученной энергии, мы на выходе в розетку, в идеале, не считая потерь на линии, мы получаем только 0,279. Но с учетом потерь еще в линии, умножили на 0,5, умножили на 0,5, мы получили 13,95. 13% мы получили. А теперь, если мы берем еще то, что у нас двигатели выбраны с завышенной мощностью, машины исполнительные с завышенной мощностью, но мы умножим еще на 0,79, получаем 11%. А если еще преобразование все просчитать, то получается в виде полезной работы мы получаем 2,4%. Это то, что пошло на полезную работу. Но даже вот в розетке, там мы с вами за счет преобразования мы получили 11%. А теперь мы эти 11% берем, заряжаем в электромобиль, с коэффициентом 0,89, получаем 9,8% всего. Это то, что мы залили в бак от того тепла. А теперь смотрим. Двигатели внутреннего сгорания 40-50%. Так что, если мы в электромобиль вот залили эти 9,8%, либо здесь, вот, как так? Как так? И после этого мы с вами говорим, что электротранспорт это эффективно, заряжаемый от сети. Коллеги, где здесь? Истинно. Кто прав, кто не прав. Я не прав. Так извините, это не я, это цифры. Вот написано. КПД генератора большой мощности 95%. Мы с вами эти цифры взяли. Но хотя это в идеальном случае, на самом-то деле, на самом деле, все это меньше. По одной простой причине, что это номинальный режим, а днем, ночью, когда они в полунагроженном состоянии. Вот поэтому энергетики заинтересованы, чтобы ночью города светились, ночью что-то заряжалось, ну, чтобы у них эффективность немножко приподнять, и чтобы мы с вами за это платили. Так вот, если мы с вами отмотаем, вот повышение КПД, это мы 11 с чем-то процентов, да, получали? 11,9, да, 11,9 процента. Вот, в принципе, если мы на двигателе сэкономим 20 процентов, да, вот мы возьмем 0,2 разделим на 0,1,9, то мы в 1,68 раза с вами сразу же уменьшим потребность генерации электроэнергии. Это если мы 20 процентов только сэкономим на двигателе, да, значит, компании энергогенерирующие увидят, что у них там практически в 2 раза упало потребление, да, при той же активной нагрузке. Соответственно, это значит, мы будем меньше платить за электроэнергию. И, уважаемые зрители, извините меня, а кто тут бес? И кто тут занимается мракобесием, а кто пытается что-то считать? Вот мы с вами и посчитали. Расчеты эти грустные. Показывают, что мы с вами сжигаем ресурсы впустую. И единственный реальный способ сейчас снизить расход невозобновляемых источников энергии, углеводородов, это заниматься двигателями, потому что на долю асинхронных двигателей приходится 60 процентов потребления электрической энергии. И что развитие электротранспорта в той форме, в которой он сейчас существует, приводит к увеличению потребления углеводородов и общему загрязнению планеты. Да, мы с вами меньше загрязняем воздух в мегаполисах, на этого не отнять, но помимо мегаполисов есть планета Земля. И если кто-то полагает, что мракобесие борется с религией только, оно на всех фронтах борется с человеком, в том числе и на технических фронтах. Поэтому, когда продвигаются инновационные проекты, реальные, а не выдуманные, которые поддерживаются всеми, вся разрекламированы, те проекты, которые борются с мраком, о них молчат, замалчиваются, их пытаются очернить, преуменьшить, принизить. Людей, которые с ними работают, пытаются втоптать в грязь, обвинить во всем, в чем можно, в чем нельзя. Поэтому, вот он мерил, отношение к этой технологии, а она, сами делайте вывод, верно является ли верной, правильной, либо лженаучной, это вы сами сделаете выводы. Но она тоже на передовых позициях. И все люди, все инвесторы, которые встали на сторону проекта, они заняли свои позиции на фронте борьбы. Одни с одной стороны стоят, инвесторы стоят с другой стороны. С кем мы боремся? Ну что, погоняли беса? Спасибо за внимание. До новых встреч, до свидания. Продолжение следует...